Приветствую вас, друзья! Мы все люди и через органы своих чувств воспринимаем окружающий мир. Обрабатываем информацию в голове и в ответ формируем к нему свое отношение. Есть люди, которые воспринимают мир через логику, а другие через эмоции. А какой из этих способов восприятия лучше – логика или эмоции? Давайте подумаем. Если мы воспринимаем поэзию, изобразительное искусство, музыку и другие произведения гуманитарной сферы, то, безусловно, тут включаются эмоции. И это правильно. Но если речь идет о восприятии истории, политики, геополитики, экономики, действий политических деятелей и других сфер жизни общества, тут без логики никак не обойтись. Дело в том, что эмоциями легко управлять извне, а вот логикой манипулировать очень трудно. Помню, как во времена вторых выборов Ельцина родился предвыборный лозунг «Голосуй сердцем», то есть людей призывали отключить разум и включить эмоции. Казалось бы, это так классно, иди за сердцем, как оно тебе подсказывает, но при этом людям не напоминают, что именно решения, принятые на эмоциях, в подавляющем большинстве случаев бывают ошибочными. Вся деятельность современных СМИ и медиа построена именно для воздействия на эмоции. Показываем ужасные эмоциональные видео и фотографии, под угрожающую музыку и звуковые эффекты возбудили ненависть, а потом указываем на виновника или врага, который это все натворил. И все. Горе тому, на кого указали. Причем, заметьте, ни предыстория, ни следствие, ни суда, ни защиты, ни прений сторон порядок сокращен до минимума. Какой-то факт, можно даже постановочный, информационная накачка, моментальное обвинение и сразу наказание. Люди нужны лишь для одобрения этих действий. А ведь мы забыли, что суд, где за обвинением сразу следует наказание, называется суд Линча. Так судили в США чернокожих и неугодных политиков. И занималось этим знаменитое общество Кук-Лукс-Клан. Поэтому, чтобы не уподобляться членам этого американского общества, я предлагаю всем не реагировать моментально на эмоциональные картинки и видео, как собачки Павлова. Не воспринимать политику и общество эмоциями, но пытаться понять эти события через логику и, самое главное, через здравый смысл. Беда в том, что многие люди, особенно молодые, уже привыкли смотреть на мир через черно-белые очки. То есть через призму «хорошие и плохие». Например, Россия плохая, а Украина хорошая. Запад плохой, а Россия хорошая. Или наоборот. И что удивительно, в своей земной жизни мы все понимаем, что в реальности нет четкой градации на плохих и хороших, на тупых и умных. Ибо на лбу у каждого из нас нет соответствующей метки. Но при оценке глобальных событий это понимание почему-то вдруг испаряется. Одни сразу становятся умными воинами света, а другие тупыми силами тьмы. А все потому, что нам так вещают эти самые СМИ и медиа. Это они формируют у нас, как у малолетних, ничего не знающих детей, точку зрения, нужную им. Именно поэтому я почти не смотрю новости с фронта. Ибо на рыбалке, на охоте и на войне врут все. Я смотрю только новости и официальные сообщения, причем как в русскоговорящем секторе, так и в мировых ресурсах, включая арабский и даже японский. Благо, современные средства это позволяют делать без особого труда. Но самое главное, чтобы правильно анализировать те или иные события, нужно много знать. То есть постоянно учиться, изучать историю, экономику, экономическую географию, геополитику и другие дисциплины. Чем больше знаний, тем точнее ваша собственная аналитика. Это как в медицине. Чем больше знаний и опытов врача, тем больше вероятность того, что пациент будет жить. К информации нужно относиться как к золотоносной руде, где из нескольких сотен килограммов намываются граммы золота. Также из тон лжи со всех сторон намываются крупицы истины. Чем отличается истина от правды? У каждого из нас правда своя, а истина, она одна на всех. У США своя правда, у России своя, а истина одна. Никто не хочет умирать. Ну а тем, кто не хочет или не может все это изучать, нужно исходить из простого принципа восприятия мира через цели и интересы. Нет в мире хороших или плохих. Есть несовпадающие интересы. Нет хороших или плохих стран. Есть большая геополитическая борьба разновекторных интересов различных групп и кланов. Ну а тем, кто толдычит о плохой и кровавой России, мне остается только пожелать скорейшего взросления. До скорой встречи. С вами был я, Нур Исмаил.